Всем привет! Ну вот и пришли результаты экзамена, буквально час назад. К сожалению, результаты не очень. У меня два плюса и один минус плюс. И это результат, если честно, я рассчитывал на лучший результат. Я рассчитывал хотя бы на три плюса, потому что первое, я точно знаю, решил неправильно, но на три надеялся. Не вышло. Что это означает для моих шансов с поступлением? Это означает, что шанс сохраняется, но он, к сожалению, достаточно низкий. Почему? Потому что средний проходной балл в прошлые годы по разным источникам где-то от двух до четырех правильных задач. В зависимости от того, насколько сложный вариант. Все-таки у нас не получается сделать все экзамены совершенно одинаковыми по сложностям, потому что они же не тестовые, они довольно сложные, мы их прорешиваем. Поэтому мы смотрим на каждый экзамен внутри него, кто как написал, и понимаем, каков критерий отбора на данном экзамене. Кого мы возьмем на собеседование, кого нет. Ну, у нас там есть те, кто очень много задач решил, их мы потом мало мучаем. Те, кто как бы такой на грани количества задач решил, их мы зовем, но сильно потом мучаем. Ну, или те, кто решил совсем мало, мы их дальше не зовем. Я знаю, были случаи, когда проходили ребята, у которых было только полторы решенных задач. И я знаю, что этот вариант был достаточно сложным. Я беседовал об этом со своим ментором по математике, и он сказал, что варианты реально сложнее, чем предыдущие из этого же года. Но означает ли это, что проходной окажется ниже, чем 2,1 задачи, не уверен. Посмотрим. Но сдаваться не стоит, и 18 июня будет апелляция. Или, как мы любим говорить, эпиляция. И обязательно нужно попытаться хоть что-то там отбить, потому что по первой задаче у меня совсем минус. Я думаю, что хотя бы минус-плюс за это можно получить, там есть неплохие мысли, хотя я знаю, что в один момент я ошибся. По второй задаче тоже, возможно, получится сделать плюс-минус. И еще по одной задаче стоит попытаться. В общем, никогда не стоит бросать это дело раньше времени. Даже если шанс маленький, всегда нужно биться до конца. И этим сейчас я и займусь. Так что до связи, вперед, пора работать. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok